Я сейчас должен, конечно, признаться, я пользуюсь пиратской продукцией, честно, пользуюсь. Что касается антипиратского закона, касаемо видео, то я не очень понимаю, чем оно, собственно, способствует продвижению нашего кинематографа. Ведь основная часть дохода от данного закона будет, в общем-то, в пользу западного производителя. Что касается... Нет, ну вообще закон очень странненький, в моем понимании очень странненький. Все равно пользователи сети найдут, как скачать тот фильм, передать его через локальные сети. Ну, может быть, кого-то оштрафуют. Мне кажется, что все это очень похоже на борьбу с тонированными стеклами на автомобилях. Вот немножечко поборолись, а сейчас опять они появились. Либо появились черные шторки. Ну, вот что-то в этом духе. Честно говоря, я вообще не понимаю. Не, можно, конечно, все запретить. Есть страны, даже в которых я знаю, приходят счета, если ты скачал неразрешенный контент. Есть такое, да? Но опять-таки люди один-два раза обожглись, а потом нашли, откуда скачивать. Ну, вы же пользуетесь компьютером. Ну, можно же все найти в сети, даже если это будет не зона РУ. Правильно же. А если это не зона РУ, то, собственно говоря, закон там уже не действует, насколько я прочел его. Правильно же. А где-нибудь на каких-нибудь островах тоже есть интернет. Не, мы всегда... Не, вообще как бы россияне, я думаю, они всегда найдут способ обойти этот закон, потому что закон, который создается, там есть всегда лазейки. А плюс ко всему, опять-таки, возникает вопрос, если бы население было кредитоспособно, то желающих скачать контент бесплатно было бы значимо меньше. Я понимаю, что есть блогеры, хакеры и прочие братья, которые будут скачать, даже если у них будут в кармане деньги на то, чтобы посмотреть фильм легально в сети. Но есть же люди, которые хотят посмотреть, но не в состоянии купить себе там 10 дисков в месяц или официально скачать 10 фильмов. Как же быть с этой категорией граждан? Давайте тогда сделаем видеотеки, ну как библиотеки, да, где человек может прийти и поменять. Потому что, ну реально мы таким образом, есть же города и села, в которых кино можно посмотреть только по одной программе телевизора. Ну там одна-две программы, это первый канал, естественно, второй, если это не считается рекламой, да, сейчас в разговоре. А более это нет. И что они там видят? Опять-таки, они в основном видят по первому каналу западные фильмы. Ну с этих фильмов понятно, куда все это будет идти. Я считаю, что вообще этот закон, как бы, он так очень странненький, потому что мне кажется, что его протолкнули не совсем наши люди.